Привет! Краткая история – это простой и лёгкий способ разобраться в любой теме. Сегодня речь пойдёт об автомобилях. Машина – вещь удивительная. И не только потому, что без неё не представить современный мир, но и потому, что машину никто не изобретал. Нет конкретного человека, который нарисовал чертёж целого авто. Все части постепенно собирались вместе в знакомый нам автомобиль. Хотите узнать, как это случилось? Тогда не сбавляйте оборотов. Мы начинаем! В начале была лошадь. Именно животные служили первыми двигателями. Коренные американцы изобрели травуа – А-образную деревянную раму, которую лошадь тащила, как телегу. Следующим шагом стало добавление колёс около 3500 года до нашей эры. Расстояние путешествий и скорость заметно выросли. Дальше лошадиной силы ничего не двигалось до 1335 года, когда голландец Гвидофон Видживано сделал эскизы ветряного автомобиля. В нём имелись три части современного авто – двигатель, ветряная мельница, колёса и шестерёнки для передачи мощности между ними. Но эскиз так и остался на бумаге. В 15 веке идея о машине озаряли Леонардо да Винчи. Он сделал чертёж деревянного автомобиля, работающего на энергии двух пружин. В 18 веке наступает эра паромобилей. Во Франции в 1770 году продемонстрировал трёхколёсный велосипед с паровым двигателем Жозеф Кюньо. Его машина двигалась со скоростью 2-4 км в час, но плохо управлялась. Зато стала прообразом локомотива. Россию паровые технологии тоже не обошли. В 1780-х над каретой с паровым двигателем и педалями трудился Иван Кулибин. Машина имела три колеса, тормоз, передачи и даже подшипники. Но в изобретении потенциала не увидели, и работа прекратилась. Созданием самоходных машин заняты и в США. Патент на автомобиль получил Оливер Эванс в 1789 году. Его машина оказалась и первым автомобилем Америки, и первой машиной-амфибией. В 1801-м англичанин Ричард Треветик соорудил уже паровой автомобиль. Машину обслуживал кочегар, ей под силу было доставить 10 пассажиров со скоростью 15 км в час. В 1822 году появился первый электрический мотор. Его автор – венгерский изобретатель Йедлик Аньош. Да, электродвигатель появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Полноценная самоходная электрокарета изобретена в 1839 году Робертом Андерсоном. Общество сопротивлялось скоростным технологиям, а по закону 1865 года перед самоходными машинами должен был идти человек с красным флагом и дудкой. Это подавило развитие автотранспорта на весь 19 век. Но это не было концом света, о которых вы можете узнать в одном из наших видео. Изобретатели искали новое топливо для двигателей. Лучшим выбором оказался бензин. Первый патент на двигатель внутреннего сгорания на бензине зарегистрирован в 1876 году инженером Николасом Отто. С этого момента началась история современного автомобиля. Официально изобретателями автомобиля на двигателе внутреннего сгорания считаются Карл Бенз и Готлиб Даймлер. В 1886-м Бенз получил патент на первый автомобиль, ставший серийным. Сложно поверить, но когда Бенз показал автомобиль публике, все остались равнодушны. Карл расстроился и поставил машину под навес. В 1888 году в автопром вмешалась женщина. Жена Бенца без спроса взяла авто и с детьми проехала больше ста километров, чтобы навестить свою мать. Тест-драйв привлек внимание всей Германии и обеспечил Карлу Бенцу огромный успех. Кстати, по легенде, после этого автопробега автор добавил машине коробку передач, чтобы заезжать в гору. В то же время Даймлер сконструировал свой первый экипаж с бензиновым мотором, а еще запатентовал мотоцикл и карбюратор. Машина его имени была создана в 1889 году в партнерстве с Вильгельмом Майбахом. Работая над облегчением и безопасностью, в конце 1900 года гениальный тандем представил модель Mercedes 35 PS. Его назвали в честь дочери консула Австро-Венгрии. Модель стала началом серии автомобилей под новой торговой маркой. Бензиновые автомобили были быстрыми, но до глупости дорогими. Люди их хотели, но оставались со своими лошадьми. Инженер Генри Форд из США решил, что все должно быть иначе. В 1908 году он выпускает модель Ford T. Авто не было последним словом техники, но этого не требовалось. Форд превращал автомобиль из предмета роскоши в средство передвижения для каждого. В 1913 году на заводе под Детройтом Форд запустил конвейер для сборки авто, где каждый механик делал одну работу. Это позволяло стандартизировать детали и улучшить качество. В первый же год конвейер производства модели T выросло в два раза. К 1923 фабрика выпускала 2 миллиона машин в год при стоимости в 206 долларов. Форд сформировал не только массовое производство, но и средний класс – основу потребителей авто. 19 февраля 1931 года. Дебют автомобиля DKW Front с передними ведущими колесами. Это родоначальник переднеприводных моделей. Автомобиль оказался самым дешевым на рынке за счет использования для кузова фанеры, обтянутой кожзаменителем. Из-за этого для DKW придумают расшифровку – дерево-клей-вода. Компании Daimler и Benz объединились и начали продавать машины под маркой Mercedes-Benz, а в 1936 году осмелились запустить легковой автомобиль с дизелем – Mercedes-Benz 260D. Но интерес потребителей к дизельным агрегатам был невысок. Вдохновленный фордовской моделью T-Gitler потребовал создать для Германии недорогой автомобиль. В 1936 появился заднемоторный жук, позже – Volkswagen Koeffer, созданный Фердинандом Порше. Говорят, к дизайну кузова Гитлер лично приложил руку. Автомобиль стал самым долгопроизводящимся. Выпускался более 60 лет с минимальными изменениями. По-настоящему новый послевоенный автомобиль Volvo PV444 представили в Швеции в 1944 году, а вторым стала в 1946 советская победа. Она стала первым авто в СССР, которому дали не только серийный номер М20, но и имя. Что еще происходило в России в послевоенное время? Смотри в нашем выпуске. В 1961 году начинается очередной этап автоматизации, теперь под эгидой General Motors. Компания установила робота на фабрике. Он мог только перемещать материалы. Но уже через 8 лет роботы делали точечную сварку. 1963 – год выпуска Порше 911. Желанного, дорогого, но довольно массового спортивного автомобиля. Кажется, ничего не изменилось по сей день. А в 1964 году американцы показали Ford Mustang. Появилась новая порода автомобилей – поникары – машины со спортивным дизайном, но не имеющие в базовой комплектации особых мощностей. В 1966 году в Москве после долгих споров подписали соглашение итальянское «ФИАТ» и советский «Внешторг». На территории СССР появился завод по производству ВАЗ-2101 или «Жигули». Первые шесть автомобилей собрали 19 апреля 1970 года. Американские и европейские автомобильные фирмы доминировали на рынке до 1970-х, когда Япония заявила о себе серьезном автопроизводителе. Ниссан, Хонда, Мазда и Тойота экспортировали на Запад дешевое авто. Из моделей в эти годы приобретает популярность внедорожник. Первый европейский внедорожник с полным приводом представила Land Rover в 1970 году. А в 1977 году компактный внедорожник запустили в СССР. Нива стала весьма популярной и фактически вызвала появление нового класса компактных внедорожников в Японии. В 1973-м Мерседес тестирует модель ESF 22 с подушками безопасности и ремнями. До серийного применения этих устройств оставалось совсем немного. Первый из топливных кризисов в 1973-74 годах снова обратил внимание на электромобили. Стали все громче говорить о проблемах экологии. В ответ на запросы общества в 1997-м Тойота представила гибридный Prius, получивший и бензиновый, и электродвигатель. Машина стала хитом, да и вообще самым продаваемым гибридом. Сейчас у всех на слуху Илон Маск и его Тесла. Впервые американская Tesla Motors предложила покупателям электрокар Tesla Roadster в 2008 году. Он не уступал по ходовым качествам обычным автомобилям. А в 2012-м Тесла начала продажи модели S, ставшей самым продаваемым люксовым седаном на электропитании. Кто знает, будем ли мы водить машины в будущем? Такие гиганты, как Google, General Motors, Volvo развивают беспилотные автомобили, которые едут, пока люди внутри наслаждаются видом. Не менее большие планы строят в отношении летающих машин и вовсю проводят испытания. Можно сказать лишь одно. У автомобилей впереди еще более богатая и длинная история, которую нам предстоит увидеть. А что вы думаете о машинах? Хотели бы водить Теслу или считаете, что старое доброе переключение передач и есть дух автопрома? Свои ответы пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик. С вами была Краткая История. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok